Мнений, как правильно пить воду в течение дня с пользой для вашего здоровья, множество. Я как врач, имеющий достаточно приличный опыт практической работы, разработал собственный авторский метод и лечения, и профилактики заболеваний, и реабилитации после того, как вы переболели каким-то заболеванием. Хочу предоставить на ваше усмотрение свой подход, свое мнение в этом вопросе, потому что вы прекрасно понимаете, вы должны это знать, что вода это номер один среди продуктов питания по весу. Вода это номер один в вашем организме по содержанию, по весу в вашем организме. Потому что если вы мужчина с развитой мышечной массой, у вас содержание воды среднее 75% от массы тела. А старик перед смертью имеет 45%. То есть обезвоживание приводит в принципе к смерти. Оно может быть острым, если вы попали на такой метод типа оздоровления под названием сухое голодание. Или вы не знаете, если вы попали в хроническое голодание, вы не знаете, как правильно употреблять воду в течение дня. Ну или просто, когда уже ваш организм не держит воду. Она держится не в клетках, а в отеках. Это разные вещи. Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете три основных вопроса. Почему рекомендации кардиолога и тренера очень серьезно отличаются. Также вы узнаете, что для вашего здоровья необходимо более 20 видов разной воды. Разного состава, разного соответственного качества. И как правильно пить воду в течение дня. Ну, понимая огромную значимость воды для здоровья, появилась рекомендация, пейте полтора, два, три литра воды в день. Ну, ноги стремятся это сделать. И пытаются пить. Но, знаете, подавляющее большинство людей, которые пришли ко мне после этой рекомендации на консультацию, говорят, вы знаете, вот здесь стоит эта вода. Говорят, что нужно пить, но я не понимаю, как это можно выпить. Я вас прекрасно понимаю. И люди шарахаются в другую крайность. Они не пьют воду в достаточных количествах. И что получается? Вы задавались я вопрос, в какой ситуации вы находитесь? С одной стороны, понимаете, что надо и не можете. С другой стороны, не пьете, но понимаете, что надо. Вот как из этой ситуации выйти? Смотрите видео до конца. Я думаю, что вы найдете за себя правильный ответ. Теперь, почему рекомендации кардиолога и тренера отличаются? Ну, вы знаете, у них цели разные. Что говорит тренер? Бери больше, бросай дальше. То есть, вот это его интересует. Почему? Потому что вы пришли к нему зачем? За здоровьем или за спортивным результатом? Как правило, за результатом. Поэтому его задача вас тренировать на пределе ваших возможностей. Но, как только ваш тренер довел вас до чувства жажды, это говорит о том, что он вас немножечко уже перетренировал. Ваш организм к таким нагрузкам не готов. И вы должны с этого времени постепенно нагрузку уменьшить и утолить чувство жажды. Если вы этого не делаете, если вы пьете во время спортивных занятий, особенно, когда есть чувство жажды, вы очень серьезно рискуете. Потому что в системе кровообращения сердца насос размером с кулак. Достаточно небольшой. А в системе находится там 3-3,5-4, ну, спортсменам уже 5 литров крови. Который сердце во время тренировки, когда вы входите в него на разминки, разгоняет. Во время тренировки сердце продолжает крутить эту систему. Как только появилось чувство жажды, ваша кровь загустела. Кровь стала очень густой. И для мотора очень серьезная нагрузка. Начинается рабочая гипертрофия органа, дилетация полостей и синдром внезапной смерти у спортсмена. Вот здесь, на этом уровне. Все-таки, если тренер не понимает физиологию, он говорит, пей. Вы знаете, кардиолог в этом случае, он скажет, ни в коем случае. Потому что кардиолога интересует не спортивный ваш результат, не медаль, похвальная грамота, которую вы получите, потеряв здоровье. А его интересует именно ваше здоровье. Работоспособность вашего сердца. Поэтому кардиолог такую рекомендацию не даст. Появилось чувство жажды. Все, ваша тренировка на сегодняшний день закончилась, потому что вы сегодня работали на пределе своих возможностей и дошли до него. Переступать за эту грань не стоит, потому что мышцы это здорово, спортивные результаты здорово, но обеспечить это все то же самое сердце. Как в спорте, так и вне его. Поэтому появилось чувство жажды, нагрузку мы постепенно уменьшаем, кровообращение постепенно восстанавливается. И как только вы дошли до исходных показателей, вот только здесь вы имеете право выпить воду. Конечно, вы можете сказать, а мой тренер воспитал там чемпионов, и он так не делает. Он говорит, ты во время занятий. Да, вы знаете, в этом случае можно обратиться еще к одному тренеру, объективному, который, правда, тренирует не людей, а лошадей, конюху. Спросите у него, даст ли он лошади, которая прибежала, которая выполнила там какую-то нагрузку, закончила какой-то заезд, она распаренная, взмыленная вся, даст ли он выпить воду? Лошадь вот такими глазищами будет выпученными, смотреть на него, он ее будет ласковым словом успокаивать, поглаживать, вытирать, но не воду. Только он ей даст воду, резко увеличивается объем крови, срывается сердце. Эта лошадь уже будет не то, что бегать с одышкой, она ходить будет с одышкой, а стоя у нее будет одышка. Все. С яскостью крови нужно решать совершенно по-другому. Если вы хотите большего достичь в спорте, я знаю, как это сделать. Нужно увеличить возможности вашего организма правильным питанием. Потому что задача тренера дать вам физическую нагрузку, про правильное питание обычно говорят сквозь. И диктовать ваш тренировочный режим, да, должен тренер в союзе с диетологом. Если нет этого союза, ваше здоровье очень быстро закончится. И те задатки, которые вы имели в спорте, они очень быстро закончатся. Потому что они не обеспечены системой. Потому что чем раньше у вас появляется чувство жажды, тем хуже уже ваш организм работает. А это ваш биологический возраст. А это ваша продолжительность жизни. Поэтому пить или не пить, вот в чем вопрос. И когда пить? Поэтому я плавно перехожу к тому, как правильно пить воду в течение дня. И заодно объясню вам, где найти те самые более 20 видов воды для вашего здоровья. И их объединю вместе. Итак, вы начинаете день, вы обычно проснулись. Вопрос, с чего начать? Безусловно, начать с воды. Потому что всю ночь вы спали, вы фактически воду не пили, а потение идет, дыхание идет, то есть потери идут. Конечно, не так интенсивно, как в зале или на беговой дорожке, но они тоже идут. Особенно высокие потери идут, если вы храпите. Чем опасен храп? Вы можете найти такое видео на моем канале. Там потери больше. Для контроля, самоконтроля, возьмите взвесьте себя. До и после сна. И посмотрите разницу. Посмотрите, какой дефицит веса у вас есть. Если там 300, 400, 500 грамм, несущественно. Если больше, вы серьезно рискуете. Большие потери воды в течение сна нужно потом уметь компенсировать. И после сна вы можете выпить воду низкой минерализации. Или воду, обработанную обратным осмосом, без минерализации. Или воду, очищенную вымораживанием. Или, в принципе, самый лучший вариант воды это дистиллированная вода. Любой из четырех видов воды вы можете выпить с утра. В зависимости от того, что у вас есть, какие возможности у вас есть, как вы к этому подготовили. Для чего это нужно? Потому что ночью вы не только потели и дышали. Все работал, ваш организм восстанавливался. А во время этого образуются обменные шлаки. Часть из них удаляются с водой, они растворимы в воде. И испариться через кожу, испариться через легкие они не могут. Основной орган выделения все-таки это почка. Почка должна выводить эту воду. И вот именно такой максимально очищенный от солей источник воды любой из четырех вы должны использовать. Конечно, многие скажут, у меня есть пятый источник. У меня есть колодец, у меня есть скважина, там вкусная чистая вода. Вы знаете, вкус это не показатель чистоты. Это эмоциональное ощущение. Нравится вам это или не нравится. Кому-то нравится вода миргородская, минеральная, кому-то морщинская. Вы должны это просто понимать. И колодецную воду нужно дополнительно очищать, дополнительно обрабатывать, как правило, потому что это поверхностный источник воды, который в принципе, как и скважина, обычно большинство скважин у людей на приусадебных участках, они поверхностную воду берут. А это пестициды, гербициды, которые ложились в свое время на почву, которые прошли, профильтровались более глубокие водоносные горизонты. И вы их можете добыть спустя годы и десятилетия, после того, как их обрабатывали в досиле на соседние поля. То есть тут ситуация, мягко выражаясь, неопределенная. Поэтому этот пятый источник воды я бы не советовал вам использовать без дополнительной обработки. Что делать дальше? Если у вас много времени с утра, вы можете выпить пятый источник воды. Это сок фреш. Ну, конечно, не все хотят готовить соки. Соки можно готовить из разных компонентов. Но, как вы понимаете, после сока, во-первых, нужно подготовить какие-то ингредиенты к приготовлению сока. Потом нужно мыть соковыжималку. Не всем это удобно. Не все хотят заниматься таким трудоемким достаточно занятием. Хотя, в принципе, если вы занимаетесь спортом, то приготовить сок это не так трудоемко. Есть более простые источники воды с утра. Вы берете, опять-таки, ту же очищенную воду, добавляете туда чайную ложку меда, можно десертную, можно столовую, в зависимости уже от вашей активности. И чайную ложку яблочного уксуса, обычного уксуса. Выдавливаете пол лимончика. Это самые простые ингредиенты, которые вы можете положить. Ну, вы можете, если у вас есть аллергия на мед, можете заменить мед любым вареньем. Почему это нужно? Потому что, в принципе, ночью вы работали, у вас углеводы практически закончились. А самый простой способ запустить обмен веществ, активировать его, это бросить углеводы. Они быстро сгорают, быстро дают вам энергию. А либо сок фреш содержит углеводы и активирован витаминами и микроэлементами, либо вы берете мед, либо варенье, либо повидло, либо джем, разводите в воде. Посмотрите, сколько уже у вас источников. Я уже перестал считать. То есть, у вас уже больше десятка разных видов воды вы можете использовать с утра. Также, как и подкислить вы можете не только лимоном или уксусом. Лимоны хорошо лежат в холодильнике, но по сезону года вы можете использовать клюкву, грустнику, вишню, другие ягоды кислого вкуса, там, черную смородину, например. Без проблем. Вот такой коктейль для здоровья вы можете сделать и выпить его с утра. Дальше зависит от того, что вы хотите делать дальше. Некоторые хотят с утра заниматься зарядкой, спортом. Я вас прекрасно понимаю. Вот буквально минут через 15-20 после вот такой комбинации, после такого коктейля вы готовы к спортивным занятиям. Вы готовы тратить. Бытует мнение, конечно, что завтрак нужно заслужить, поэтому ничего до, только зарядка, только спорт. Вы знаете, вы заслужили завтрак уже тем, чтобы ночью восстанавливались, чтобы правильным ужином обеспечивали себе полноценное восстановление. Видео о том, как правильно поужинать, какой ужин самый правильный для здоровья можете найти на моем канале. Кто не подписался, подпишитесь, потому что это не единственное видео, полезное для вашего здоровья. Несколько сотен доступны от коротких в 1-2-3 минуты до 20-30 минутных и более. Поэтому вы можете спокойно это все просмотреть в любое удобное для вас время. Главное, не забудьте подписаться. Потому что многие говорят видел, не знаю, как найти опять. Так вот, чтобы вы знали, как найти мой канал и видели обновление его среди первых, не забудьте просто подписаться. Это легко и просто сделать. Так вот, зарядка или еда после такого коктейля для здоровья определяется очень просто. Просто взглядом в зеркало. Когда вы посмотрите в зеркало, не дай бог увидите там темные круги под глазами или синяки под глазами, вот тут у вас дилеммы уже нет. Вам уже не зарядка нужна. от вчерашнего дня вы так зарядились, что ночью еще не восстановились. Вам нужен отдых, вам нужен отпуск, вам нужно думать и знать как восстановить свой организм. Потому что, как правило, когда у вас есть темные круги под глазами, то мотивируете не вы себя пойти позаниматься спортом, а вас мотивирует кто угодно. У вас сил нет, у вас особого желания нет. У вас утренняя печеночный олень появляется, или не присутствует. Потому что эти показатели говорят о том, что у вас более густая кровь, которую печень за ночь не успела восстановить, более жидкое состояние. Как правило, если потрогаете руки, у вас холодные руки, холодные ноги, в конечности. Просто теплоноситель густой не заходит сюда, не отдает тепло и руки холодные. Да, так хорошо летом хранить мороженое. Вы знаете, очень большой риск, потому что сердце и сосуды перекачивают фактически достаточно густую сметану. Это говорит о том, что у вас есть ВСД, а ВСД нужно лечить совершенно по-другому, не в спортзале, потому что ВСД плюс спортзал равно синдром внезапной смерти. А к сожалению, многие дети погибали при небольшой физической нагрузке после стрессовой ситуации, которая делает кровь более густой, а печень не успевает сделать ее более жидкой. И ситуация очень просто. решается, то есть идти вам на зарядку с темными кругами или идти перекусить, вам нужно идти перекусить. Зарядка подождет. Зарядка тут неправильная. Что делать, если у вас нет темной крови под глазами? Да не вопрос. Вперед с песнями на короткую зарядку. Зарядка такая утром, она не должна быть разрядкой, поэтому зарядка это 10-15, максимум 20 минут не самой высокой интенсивности. Потому что в этом случае вы действительно подзаряжаете свой организм. Ваша задача что сделать с утра? Когда вы спали, у вас кровообращение двигалось не так интенсивно, и зарядка преследует цель активировать ваше кровообращение, активировать вашу нервную систему, потому что больше крови мозгу, мозг работает лучше. Ваш организм просыпается раньше. Он начинает работать более активно, он готов к фактически трудовому дню. Если же зарядка будет более интенсивная, вы предполагаете, тогда смотрите другое видео, легкий такой перекус вам не подойдет, вам нужно совершенно по-другому питаться. Что делать после зарядки? Ну тут опять-таки сама по себе ваша реакция на зарядку определяет дальнейшие ваши действия. Если зарядка была в той интенсивности небольшой, как я вам сказал, то как правило она снижает немножко уровень сахара в крови и появляется здоровый аппетит. И тут вы используете еду. И видео про правильный завтрак вы тоже можете в моем канале. Не вопрос. Такое есть, как правильно позавтракать. Если же вы все-таки не удержались и решили так это проверить свой организм, зарядить его хорошо на целый день, как правило вы выходите с зарядкой уставшим. У вас аппетит не такой высокий. И вот здесь вам нужно уже не еда, еду вы полноценную не переварите. Вам нужно погасить те токсины усталости, которые при этом образовались, потому что вы перегрузили свой организм. Вы расщепляли компоненты пищи не до конца. В крови достаточно, но молочной кислоты это токсины усталости. И чтобы молочная кислота не разрушила ваши мышцы и у вас остался положительный результат от зарядки, то есть вы дали нагрузку на мышцы, молочная кислота образовалась, если вы не погасите, у вас возникает ситуация крепатура. О чем говорит крепатура? это не азит по-другому, по-научному называется. Обычно его называют крепатура. У вас воспалена мышца и у вас летит мышечная ткань. И какой смысл вам было заниматься зарядкой, если вы убили, убрали часть мышечной ткани? Логика в этом какая-то есть, а никакой. Поэтому перетренироваться не нужно. Нужно доходить до предела, но знать свой предел. Если у вас аппетита особого нет после такой разрядки, вам нужна уже щелочная вода. Вы должны понимать, что это будет правильно. Она должна погасить те кислоты, которые в неумеренном количестве образовались в вашем организме. Только после этого вы восстановившись, у вас может появиться аппетит или можно его активировать какими-то аперитивами. Как правильно использовать аперитивы, тоже такие видео есть на моем канале, не вопрос. Что делать в течение дня? Вы знаете, какую воду пить? Это тоже очень большое имеет значение. И если вы ведете более-менее активный образ жизни, вы должны понимать, что разные источники воды, содержащие различные полезные вещества для вашего здоровья, витамины, микроэлементы, другие биологически активные вещества, находятся внутри продуктов питания. И для вашего здоровья, китайская народная медицина говорит, что человек должен употреблять от 20 до 40 наименований продуктов питания разной. Соответственно, вы получите от 20 до 40 наименований разной воды. Вы понимаете, насколько это важно? Насколько это важно для вашего здоровья? Вот такое разнообразие. Потому что вашему организму, вашим клеточкам, хотите вы того или нет, ежедневно нужен не только вода, как H2O, не только кислород, воздух, они бесполезные продукты питания, пока вы не положите разнообразную пищу, содержащую примерно 500 различных компонентов. Чистая вода их не содержит. Вода с минералами содержит мертвые минералы, которые перегружают выделительную систему вашего организма, накапливаются в лоханках почек или в суставах. Различные. То ли это суставы нижней конечности, то ли это остеохондроз позвоночника развивается. Без разницы, что у вас происходит в этой ситуации, если вы не понимаете какая вода нужна для вашего организма. И если вы неправильно используете различные источники жидкости, у вас появляются отеки под глазами, у вас появляются синяки под глазами, у вас чаще выпадают волосы, у вас появляется солевой диатез в почках, который легко превращается в мочекаменную болезнь, там появляется вилонефрит, и вы чемпион по развитию хронической почной недостаточности. У вас веет ассосуистая дистония, легко и просто переходит в гипертоническую болезнь, и вы рискуете умереть от сердечной недостаточности, от инфаркта, либо инсульта, в любое время, дня, а особенно ночи, когда вы воду не пьете. Нельзя пить воду ночью, потому что вы должны ночью спать, должны восстанавливаться. если вы этого не сделали, да, вы пьете воду, вы не восстановились, у вас густая кровь, какая разница, что вы делали. Понимаете, здоровый образ жизни это комплекс, который вы должны понимать и правильно, рационально использовать для своего здоровья. И один из компонентов в этом вопросе, это знать, как правильно пить воду на протяжении дня, до еды, после еды, во время еды, до спорта, после спорта, во время спорта. Если вы это будете делать правильно, будете жить лучше и дольше. Если вы будете делать неправильно, будете жить не лучше и не дольше. Если вам нужно больше информации, не вопрос, контакты вы видите, они для вас открыты. Если вы понимаете, что ваши друзья и знакомые не всегда используют правильно воду для своего здоровья, не забудьте поставить лайк на этом видео, не забудьте отправить друзьям знакомым ссылочку на его, пусть они тоже посмотрит вынесу свое решение которое вы спокойно можете написать в комментариях под видео не вопрос любые действия на этом канале они поощряются вы всегда будете получать более свежую информацию на эту тему ответы на комментарии напишу а сейчас я буду заканчивать наверное это видео со словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас